Солёное! Острое! Холодное! Горячее! Сладкое! Это минимум того, что вам нужно знать, отправляясь в кулинарное путешествие. С вами пойдёт проводник, супершеф Марк Тов. Гурманист, ты готов к приключениям? Гурманист. Да, снова пятница, снова Гурманист в эфире Лучшего Радио. Всем огромный привет, моя фамилия Спасский, но я, так, дегустатор в этом кулинарном путешествии. Настоящий рулевой, это, конечно же, шеф Марк Тов. Рад видеть тебя снова. Привет, Марк. Привет, пятница, как всегда, мы в эфире. Да, это не может не радовать. Знаешь, стабильность — это признак мастерства. Вот так мы говорим. Ну и, конечно же, как и каждую пятницу, мы отправляемся в очередное кулинарное путешествие. Куда ты нас заведёшь сегодня? Лето, сказочное место, Венгрия. Согласен, согласен. Во-первых, лето — это правда. Во-вторых, Венгрия — действительно сказочное место. Будапешт — один из красивейших городов. Очень вкусный город. Замечательный. Мы несколько раз были в Будапеште, а также, как бы сказать, спускались по реке, как бы сказать. Было всё очень хорошо. Было вкусно, было красиво. Приезжаешь в Будапешт, и он, как бы сказать, ну, ощущаешь себя в столице, в столице бывшей империи. Австралийнгергия. Да, конечно. Ну да, там такой помпезный стиль, вот эти дома, вся красота. Ой, здорово, конечно. Огромные проспекты. И, знаешь, осталось, что-то ещё осталось от этого, от этой, ну, огромного, огромного, не знаю, там... Осколок империи. Осколок империи. Осколок империи. Но справедливости ради, они же много чего восстанавливают. Знаешь, в европейских странах, в европейских странах по-разному относятся к наследию, которое пришлось после Второй мировой войны восстанавливать. И в Венгрии очень к исторической перспективе города относятся очень... Они уважительно относятся к своей истории, даже, может быть, чересчур. Кое-где можно было бы и по-саме менее. Да, действительно. Венгрии любят поесть. И они умеют это делать, они знают, как это делать. Мы поговорим сегодня о двух вещах. Во-первых, это, безусловно, то, что мы помним из бывшего СССР. Это лечо, которое поставляли нам в банках уже готовое. Так это тоже венгерское блюдо? Это венгерское блюдо, безусловно. Ты вот сколько ты знал? Да. Ну и вскользко упомянем, наверное, о гуляше, который, как бы сказать, ну нельзя, как бы сказать, говорить о Венгрии, не поговорить о гуляше. Это невозможно. Это во всех рекламных проспектах этой страны. Обязательно попробуйте гуляш. И суп в хлебе еще периодически. Ну, это классика жанра. Естественно. В общем, Венгрия находится на таком, на границе между Восточной Европой, как бы сказать, и вот Западной Европой. Поэтому все, что касается вот этого супа к хлебе, это скорее, конечно же, Восточная Европа. Ну да, да. Скажем, гуляш, ну он как где-то посередине стоит, если бы между Восточной и Западной Европой. Гуляш, он мил сердце всего. А лечо, это просто наше все приблизительно. Ни один дом в бывшем СССР, как бы сказать, не мог похвастаться на праздничном столе, как бы, если нету лечо, ну это как-то несерьезно. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот поскольку в Израиль приехало много выходцев из СНГ, есть какие-то израильские рецепты лечо, которые, ну вот особенные, израильские лечо? Послушай, на самом деле, как бы сказать, в основном дело в специях, естественно. Если мы затронемся сегодня на продолжение передачи специи, как бы, которые используют в Венгрии, я открою секрет, небольшой, как бы, в основном паприка, то ближневосточные специи, естественно, их намного больше, как бы, так сказать, и разница в основном это в добавлении каких-то других или дополнительных специй, которые есть, как бы, на Ближнем Востоке. Понятно. То есть, милое сердце лечу с детства. Да, можно добавлять, да, можно делать апдейты, если так можно назвать. Немножечко. А скажи, пожалуйста, вот если вернуться к путешествию по Венгрии, ты в Венгрии был только в Будапеште или ты еще поездил по стране? Нет, мы спускались по Донаве, по-моему, по Дунай, Дунай, да, мы спускались по Дунаю, мне все очень понравилось, на самом деле, мы были в каких-то деревнях, спускаясь по Дунаю, как бы, сказать, и где в каком-то из совершенно, короче, по запаху можно было понять, насколько это вкусно и интересно, и... Подожди, по запаху где? В ресторане? Куда ты пришел? Да, 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 да. Ну, это отдельная история. На самом деле, были прецеденты, как бы, потом я расскажу. Хорошо, так, записали. Значит, как бы сказать, это действительно Венгрия вкусная страна. Как бы сказать, да, действительно, гуляшь практически в любом ресторане, как бы сказать, там и прочее, но иногда ты находишь какие-то действительно очень интересные блюда, которые ты можешь использовать и в своем, и я использую в своем кейтеринге. как бы сказать, или какие-то воспоминания, или же, как бы сказать, какая-то история, которая будет тебе напоминать, как бы сказать, окей, в твоем, в моем блюде, как бы сказать, частичку каждого из путешествий, в которые я был. И Будапешт, конечно же, тоже. Да, 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 да. В Будапеште, что интересно, как бы сказать, это действительно международный город, как бы, там очень много, так сказать, международных сетей, причем такого высокого качества. Ресторанных, ты имеешь? Ресторанов, да, Ресторанных сетей. Не знаю, там, Нобу, скажем, суши, одни из лучших, которые я попробовал. Казалось бы, да? Или, или, так сказать, там, Мишелин, гид Мишелин, который, в котором в Будапеште есть, по-моему, три или четыре ресторана, где действительно стоит поесть. Это в отличие, скажем, от Западной Европы, ну, во-первых, это более экономично, во-вторых, эти рестораны, они дают понимание того, что в Восточной Европе, это тоже интересно. Это не только вот наши, ну, базовые какие-то вещи. Но мы об этом поговорим в наших других рубриках. Обязательно. А скажи, пожалуйста, вот, что нужно посетить, вот, допустим, я собираюсь полететь в Венгрию. Что обязательно я должен посетить? Куда сходить? В Будапеште? Где-нибудь еще? Ну, Сеченя, естественно. Сеченя, это такие огромные бассейны, такие под открытым нелы. А, это бани вот эти вот, да, где воняет серый. Да, ну, слушай, это, может быть, и воняет в чуть-чуть, как бы, скажем, зато ты выходишь оттуда совершенно... Омолодившимся. Омолодившимся, отдохнувшим, да. Ну, и, безусловно, рестораны, которые которые славятся этот город, как бы. Есть очень много, так сказать, путеводителей, в которых вы можете посмотреть, и если у вас будут какие-то вопросы, вы можете обратиться ко мне, как бы, сказать, и я с удовольствием направлю вас. Эх, Марк Тоф не только кулинарный гид, но и гид-путешественник для слушателей лучшего радио. Обязательно подписывайтесь на инстаграм Марка, марк, нижнее подчеркивание, миллер, нижнее подчеркивание, кейтеринг. Там все и про путешествия, и про мероприятия, которые Марк проводит, и как он готовит, да и, собственно говоря, фотографии вы можете присылать своих блюд, которые вы после программы «Гурманист» здесь на лучшем радио готовите. Марк вам расскажет, что вы сделали не так, или наоборот просто похвалит, даст какую-то обратную связь. Ну, и, конечно, у Марка есть сайт marktof.com Туда тоже заходите по поводу мероприятий, каких-то консультаций, все это Марк проводит, верно? С удовольствием. Ну, а скажи, пожалуйста, какие блюда мы сегодня будем с тобой готовить? В Венгрии очень вкусно, гуляш или что мы будем делать? Да, мы будем делать гуляш и лечо. Гуляш и лечо. Ну, скажем, как бы мы сконцентрируемся на лечо и скользко упомянем о гуляше. Гурманист. Шеф Марк Тов. Продолжаем кулинарное путешествие здесь на лучшем радио. Программа «Гурманист». Моя фамилия по-прежнему Спасский, а шеф Марк Тов расскажет сейчас, наконец-то, как мы готовим венгерские блюда. С чего начнем, Марк? Мы начнем с лечо. Что такое лечо? Это овощные, это овощи, тушеные овощи в соусе. Итак. Какие овощи потребуются? Нам потребуется три крупных сладких перца, красный, желтый, зеленый, для того, чтобы это было более красиво. Нарезанные или полукольцами, или большими кубиками. Два крупных лука, нарезанных тонко. Лук белый, красный? Лучше белый. Окей. Да, тонкими полукольцами. Четыре средних помидора, нарезанных кубиками. Две столовые ложки растительного масла. Одна столовая ложка красной сладкой паприки, о которой мы еще поговорим в следующем. Ага. Да. Соль и перец по вкусу. И как мы готовим? В большой сковородке разогреваем растительное масло и обжариваем лук до прозрачности. Добавляем нарезанные перцы, обжариваем их до мягкости. Так. Посыпаем овощи сладкой паприкой, перемешиваем. Добавляем нарезанные помидоры. И приправляем солью, перцем по вкусу. Готовим лечо в среднем, на среднем огне около 15-20 минут. А это в той же, в той же сковородке? Все, все в одной сковородке. Ого. Пока овощи не станут мягкими. Собственно говоря, все. И даем остудиться. И это совершенно замечательно, как холодный салат. Это может быть как салат. Это может быть как добавка, как закуска или гарнир, скажем, к мясу или к рыбе. Делается это в течение полчаса максимум. И получается очень вкусно. Теперь с добавкой нашей израильской действительности можно добавить куркуму, можно добавить какие-то другие дополнительные специи. Можно добавить раса лальханут. Есть такая специя специальная, которая продается в магазине. Можно добавить какой-то чили острый, острый перец красный. То, что рецепт, который да, он достаточно базовый. Можно добавить помимо перцев, скажем, баклажан или же кабачок небольшой или цукини. И все это будет очень вкусно. Получается, что венгерские лечо это база, которые мы в целом, что у нас еще на кухне осталось посыпать? Да, из таких твердых овощей все пойдет хорошо. Слушай, а вот если мы будем добавлять баклажан и кабачок в это наше варево, это увеличивает количество времени, что мы должны тушить овощи или нет? Если да, то на 5-10 минут, не больше. Самое важное, я думаю, что стоит взять какую-то широкую кастрюлю. На профессиональном языке называется сутаж. Сотейник. Широкую низкую. Нет, это широкая сковородка с высокими бортами. И тогда выложить все ингредиенты по сценарию, по инструкции. И у нас получится очень хорошо. Если видите, что это получается более концентрированной тугой, вязкой. Да, то можно добавить воды во время готовки. А какая должна быть вообще консистенция улича? Как что? Это салат. Овощи не должны развариться совсем. Они должны оставаться... Форма у них по-прежнему должна остаться как овощей. Не такой уж совсем замазки, как получается. Не овощная каша, не ее мы готовим. Да, я люблю добавить петрушку, безусловно, или же шамир, ну, как бы сказать, какие-то... Но это уже в конце, это мы уже сняли с огня, остудили, и можно добавить петрушку. И петрушку можно добавить совершенно замечательно. Слушай, ну неплохо, достаточно простой. Мне кажется, я справлюсь с таким. На следующей передаче расскажешь, как было. С меня лечу, получается, на следующей передаче. По поводу гуляша, это более сложное блюдо, как бы сказать, но суть, это такой стув. То есть, это, поэтому... А, стю, да? Да, это стю такое. Так. Да. Поэтому, как бы сказать, нужно взять полкилограмма говядины, как бы сказать, все овощи, которые, как бы сказать, там, лук, морковка, чеснок, картошку можно добавить, безусловно, много сладкой паприки, какие-то красная паприка, сладкая и острая, как бы сказать, все это... Обжарить мясо, обжарить мясо, обжарить овощи, добавить в большую кастрюлю, если лучше всего это делать, на самом деле, в скороварке, как бы. О! Вот. Добавить воды, чтобы покрывало все овощи, поставить на средний огонь, начать с среднего огня, потом на мелкий, на маленький, как бы сказать, и в течение 40 минут у вас в скороварке все это будет готово. Ладно, вот это, кстати, рецепт посложнее, звучит. Ну, в общем, да, да. Нарезать, тут обжарить, тут подождать. Поэтому, как бы, лечо, как бы сказать, для нашей передач идеально подходит. Это entry-level, начальное блюдо в венгерской кухне. Пробуйте сделать лечо. Давай для тех, кто прямо сейчас записывает рецепты или, возможно, пытается уловить это все дело на слух. Повторим, как мы готовим лечо. С удовольствием. Мы возьмем ингредиенты. Три крупных сладких перца, красный, желтый и зеленый, нарезанный или кольцами, или большими кубиками. Два красных лука, нарезанных тонкими полукольцами. Четыре средних помидора, нарезанных кубиками. Две столовые ложки растительного масла. Одна столовая ложка красной сладкой паприки. Соль и перец по вкусу. И все. А инструкция приготовления в большой сковороде разогреваем растительное масло и обжариваем лук до прозрачности. Добавляем нарезанные перцы, обжариваем их до мягкости. Посыпаем овощи сладкой паприкой. Все это перемешаем. Добавляем нарезанные помидоры и приправляем солью и перцем по вкусу. Готовим лечо на среднем огне 15-20 минут, пока овощи не станут мягкими. Если вы видите, что блюдо слишком концентрированное, можно добавить немножко воды. Даем остыть и сверху приправляем петрушкой и праздник готов. Вот. Достаточно просто звучит этот самый рецепт, так что я бы на вашем месте попробовал сделать это то же самое дома. И, кстати говоря, можно же воспользоваться возможностью обратной связи от шефа Марка Това и послать ему в Инстаграм фотографию, ну или какой-нибудь отзыв о том, как у вас получилось приготовить лечо. Для этого всего лишь на всего нужно подписаться на Инстаграм шефа Марк нижнее подчеркивание Миллер нижнее подчеркивание Кейтеринг, ну либо заходите на сайт Марка Това marktov.com там есть вся информация и про мероприятия, и про социальные сети шефа, все-все-все. Я с удовольствием отвечу на каждый ваш вопрос. Это дорогого стоит, я вам скажу. Не каждый день вам шеф будет отвечать на какие-то вопросы, что касаемо лечо или каких-то других возможных ваших кулинарных экзерсисов. Так что обращайтесь к шефу с помощью социальных сетей и Марк нижнее подчеркивание Миллер нижнее подчеркивание Кейтеринг и сайт marktov.com Ну а мы совсем скоро вернемся в наше кулинарное путешествие. Гурманист деликатесная лавка Продолжаем кулинарное путешествие здесь на лучшем радио программа Гурманист моя фамилия Спаски и Марк Тоф Ну самое время узнать у тебя шеф какие какие деликатесы можно привезти из из Венгрии или возможно ну чем-то поделись вообще короче что тебе понравилось из деликатесов Венгрии? Мы говорим Венгрия подразумеваем паприку Мы говорим паприку подразумеваем Венгрию послушай нету когда как только ты прилетаешь в Венгрию во всех магазинах туристических нетуристических у тебя безумное количество видов паприки паприка это символ пожалуй ну после гуляша по-моему на втором месте в Венгрии и я тебе скажу что такое молотая паприка это один из действительно символов Венгрии ее тонкий аромат и мягкий сладкий вкус придает блюдам ну совершенно другое звучание она же еще всякая разная бывает там бывает копченая она копченая в масле сладкая острая на самом деле как бы естественно что паприка это перцы высушенные перцы перцы причем разных разных сортов вот то что мы то что мы покупаем скажем на рынках или же в магазинах какие большие мясистые сладкие сладкие да их высушивают специальным образом или же ну самое качественное считается то что высушивается медленно в тени под солнцем да это считается на улице оставляется перец да ну как бы если ты едешь куда-то в деревне венгерской то ты видишь как бы огромные ангары или так сказать такие деревенские где на на полках если ты заходишь вовнутрь как бы так сказать дырявых ты видишь как сохнут эти перцы в каких-то безумных количествах ого так же как в Италии ты видишь как созревает пармезан там с десятками тысяч стеллажей как бы так сказать с этим пармезаном так же в Венгрии все что касается сладких перцев а это открытое вообще или только шеф-поваров пускают в такие места это значит такие я думаю что и туристов любых как бы сказать есть гастротуры гастрономические туры по Венгрии и безусловно вот там наверное и пустят посмотреть на сушеные перцы да интересно что перцы привезли в Венгрию турки которые как бы сказать в Венгрии было долгое время под турецким протекторатом и безусловно как бы сказать турки сделали очень повлияли повлияли серьезно на на культуру на традиции кулинарные венгерские то есть паприку завезли туда турки да 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 понятно и она как бы сказать очень прижилась дело в том что восточная Европа все-таки там не так много было специи но сколько я опять-таки я родился в Сибири там кроме соль и перца как бы сказать все это было очень печально ну да да поэтому как бы венгерское венгерское лечо почему-то мы так любили как бы сказать этот салат который продавался в банках там было хоть какие-то специи помимо помимо соли и перца как бы сказать да вот поэтому когда мы говорим о паприке то сейчас это делается паприка уже как бы сказать я скажем у себя дома делаю паприку сам я высушиваю да я высушиваю ее на солнце из больших перцев из острых из зеленых желтых то что у меня есть я перемалываю как бы сказать высушиваю очень сильно и перемалываю как бы сказать в кофемолке ну специальной как бы которая подразначена для специй как бы сказать И у меня, так сказать, очень много я пользуюсь, естественно. То есть это действительно реально можно сделать дома. А если ты вот, я, например, захочу сделать паприку свою собственную, домашнюю. Ты можешь поставить перцы в духовку на не очень большой огонь, температуру меньше 100 градусов, но лучше всего 60, 50 градусов. И где-то за 12 часов у тебя все это будет. Слушай, звучит вообще очень доступно. А сам перец как подготовить к тому, чтобы сделать из него? И вот его нужно промыть и все. Вытащить семечки, как бы сказать, если вы уже такой совсем любите острый, то можно использовать острые маленькие такие длинненькие перцы, как бы зеленые или желтые или красные, вместе с семенами. Так острее будет. Да, конечно. Потому что основная острота это в семечках. Да, вот в чем дело. А вкус, он как раз в самом перце. И это нормально? Совершенно. Да, совершенно потом, как бы сказать, будете пользоваться и будете рассказывать своим гостям, как бы, вот у меня своя собственная паприка. Что, собственно говоря, как бы сказать, и венгерские хозяйки делают, никто не покупает в Венгрии паприку, потому что все делают, все сушат и молят их сами. А, то есть если мы приходим в магазин и спрашиваем в Венгрии, а где у вас тут, пожалуйста, паприка? Все сразу знают, ну, конечно, мы спрашиваем не на венгерском, поэтому мы сразу выдаем, что мы и туристы. Да. Но в целом и вопрос тоже уже выдают сразу. А, вы приезжие, вы паприку не самостоятельно делаете. Самое интересное, безусловно, происходит в деревнях и на хуторах в Венгрии, как бы сказать, потому что там закрытое достаточно. Они все выращивают, стараются вырастить все сами, и там происходит как раз самое интересное гастрономическое открытие, которое я пробовал, как бы сказать. Об этом мы поговорим чуть позже. А, то есть это уже не с паприкой связано, а с чем-то, куда паприку кладутся? В том числе, конечно, конечно. Кормонист. Внутренняя кухня. Отправляемся в Святая Святых на внутреннюю кухню программы «Гурманист». Здесь на лучшем радио. Моя фамилия по-прежнему Спаский. Ну, а Марк Тов сейчас нам расскажет, в какие путешествия он отправился по Венгрии. В Венгрии совершенно замечательно славится. Помимо... Я всем рекомендую не задерживаться в самом Вудапеште, а сделать тур по небольшим городкам Венгрии, по хуторам и деревням. Там по-настоящему ты ощущаешь вкус этой страны. Очень приветливые люди, которые действительно готовы открыть свой дом или же пригласить тебя в небольшие местные ресторанчики. А вот скажи, пожалуйста, эти гастротуры, ты просто приплыл по Дунаю в какую-то деревеньку, заходишь и так, всем привет, я Марк Тов, кто пустит меня домой? Такие, заходи, Марк. Или это какие-то... Я все-таки... Иногда да, иногда нет, как бы сказать. Скажем, когда мы были в Венгрии, мы поехали смотреть какой-то большой костел, как бы полтора часа от Венгрии. И поднимаясь в этот костел, как бы мы... От Вудапешта ты, наверное. От Вудапешта, да, конечно же. И я унюхал... Ты понимаешь, в чем дело? Что такое? Очень вкусно. А, ты поднимался... Я поднимался вверх, как бы сказать, я думаю, окей, я запомнил. Запах. Ты идешь, как бы сказать, по запаху, потому как... Если там, если запах вкусный, ну, это должно быть, как бы, вау. И действительно, мы посмотрели на костел, мы спустились, и мы проходим мимо какого-то небольшого совершенно заведения. Там, может быть, там, не знаю, там деревня была 500 человек, там, не знаю, ну, что-то в этом роде. Мы стучим в этот ресторан, потому что там он не был открыт даже. И я, как бы, захожу, говорю, здравствуйте, я такой шеф, как бы, сказать, из Израиля. А что вы здесь готовите? Потому что, говорит, ресторан еще не открыт, но вот мы делаем все заготовки. Говорит, а сколько... Можно подождать, как бы сказать? И это было вау. Послушай, тот же гуляш, который в Будапеште тебе дают или подают там, ну, эх. Иногда это просто туристический развод, как бы сказать. В этом месте он был, ну, бесподобный. А, понятно. Бесподобный, как бы сказать. Чем дальше от столицы, тем вкуснее. И дешевле, что еще не было. Безусловно. Слушай, а ты можешь сказать, вот ты запах учуял какой-то приправы особенной или это в целом... Это какой-то букет... Ансабукет. Букет. Да, да, да. Я ощущаю, как бы сказать, вот букетом скорее. Понятно. Ансабль запахов, который тебе дает представление, мне, по крайней мере, о том, что, окей, стоит идти туда, как бы по направлению, и ты точно не ошибешься, потому что там будет вкусно и интересно. Слушай, ну да, но ты обладаешь нанюханностью. Ну, я думаю, что как бы у каждого из нас есть эти рецепторы, есть понимание того, окей, к чему нужно стремиться. Или как бы, так сказать, природа человека говорит о том, что окей, там, где вкусный запах, соответственно, нужно туда идти. Слушай, а вот ты попал на кухню, еще закрытого на тот момент заведения, где вкусный гуляш готовили. Там были какие-нибудь, может быть, лайфхаки, которые ты посмотрел, как что-то, как готовить, может быть, что-то. Из моего, как бы, опыта, я тебе скажу, что лайфхаков не так много, просто главное, так сказать, правильно технологически, как бы, так сказать, то или иное блюдо исполняет, скажем, когда вы обжариваете, делаете какой-то стюв, жаркое, да, жаркое, я думаю, да. Самое главное сначала обжарить мясо, а потом уже заложить овощи. То есть сначала, да, обжарить мясо, вытащить его на вот это обжарки, на масло, которое, как бы, и слегка пассеровать овощи, а после этого вернуть мясо, как бы, добавить специи, как бы, сказать, и уже продолжить готовку. Это очень важно, как бы, сказать, скажем, в Ближневосточном, в Ближневосточном у нас в Израиле, скажем, принято сначала пассеровать специи на масле, а потом уже, как бы, закладывать все остальное. Тогда специи раскроются. В Ближневосточной кухне очень много специй, как бы, используется. Вот. На самом деле, отголосок турецкого владычества, как бы, в Венгрии именно использование много специй. Там та же паприка, о которой мы говорили сегодня. И ее тоже, ее открывают, что называется, на профессиональном языке открыть специю. То есть нагреть ее в масле. Тогда масло, так сказать, будет... Через масло будут специи отдавать свой вкус. Конечно, конечно. Это как вину дать подышать сначала, да? Да, да, именно так, как бы, сказать. Специю нужно раскрыть. Обратный процесс, как бы, но он очень правильный, как бы, сказать. То есть мы нагреваем, мы нагреваем, как бы, сказать, специю, и уже после этого она открывается и придает совершенно другой тон, как бы, каждому блюду. Слушай, очень интересно. А, ну, то есть, получается, на венгерской кухне тебя особенно ничего не удивило такого? Скажем, отголоски, безусловно. Мы все, ну, я, по крайней мере, как бы, сказать, родился в бывшем Советском Союзе и много путешествовал. Какие-то отголоски, безусловно, я помню, как бы, опять-таки, тоже лечи, которые нам приходило в банках уже, консервированных. Вот. Это было вкусно. Ты знаешь, ты плюс-минус, как бы, сказать, знаешь, как это должно быть, как бы, сказать, и там нету никаких автоотных, на иврите это называется. То есть... Даже не знаю, как это назвать. Я тоже, кстати. Ты готов к тому, что ты получишь. Вопрос в том, что то блюдо, которое к тебе принесли, оно было, как бы, наилучшим качеством, как бы, сказать, и это достаточно... В данном случае это мне достаточно. Эх, ну, это золотые слова, мне кажется, которым даже не только относительно Венгрии, да и другие страны. Куда бы мы ни поехали, Бельгия, я не знаю, куда еще. Все... Все главное, чтобы хорошее блюдо принесли, вкусное оно получилось. И вот этот главный лайфхак, в общем-то. Соблюдая технологию, как бы, получится хороший результат. Нормально делай, нормально будет. Так у нас в интернете и говорят. Напоминаю, кстати, говорят, что за путешествиями Марка, вот как он в Венгрию ездил или в какие-то другие страны, можно следить в Инстаграме Марк, нижнее подчеркивание, Миллер, нижнее подчеркивание, кейтеринг, ну и, конечно, заходите на сайт шефа marktov.com. Гурманист. Винная карта. Ну, совершенно верно. Какое путешествие вообще в целом? Кулинар, это, конечно же, без разговора о вине. Марк, расскажи, пожалуйста, что мы будем сегодня дегустировать? Я принес сегодня белые венгерские вина. Отлично, спасибо большое. Хорошо приходить на работу в пятницу. Да, да, ну, конец недели, как бы нам нужно и хочется. Да, абсолютно. Белые венгерские вина. Интересно, что на территории Венгрии вино производилось еще с времен вообще, как говорится, Римской империи. Ух ты. Но в 16 веке Венгрию покорили османы, Османская империя. И практически потом была первая война. Мировая, да? Мировая, потом вторая. Короче, было не до этого. И начали винную отрасль останавливать уже после Второй мировой войны. Восстанавливать? Ну, восстанавливать ее, как бы сказать, сажать... А, то есть даже виноградные лозы были утрачены? Да, 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 да. И, естественно, самый рассвет пришелся уже после распада Советского Союза. Советского Союза, да. И теперь все нам известны, и мы помним, конечно же, как бы сказать, такайские вина, которые были, как бы сказать, когда-то совершенно замечательные, но и они остались, по большому счету, на полках. Это венгерское такайское вино, да. Я всегда в любой стране, в которой бы не путешествовал, всегда стараюсь пробовать какие-то локальные сорта. Будь то вино, или же алкоголь какой-то, или же там блюдо, которое есть только в этой стране. И в Венгрии есть совсем небольшие, на самом деле, хозяйства, которые, как бы сказать, выращивают, скажем, фурминт. Фурминт — это сорт белого вина, который исключительно, как бы сказать, выращивается в Венгрии. Вот. Он достаточно сладкий. То есть это десертное, получается? Ну, это полудесертное, как бы сказать, полудесертное вино. Вот. И опять-таки с большим количеством льда, как бы сказать, он очень хорошо завершать трапезу, которую вы, так сказать, решили себе устроить, как бы сказать. А мы сегодня были решили себе устроить. Конечно, конечно. Ильич обсудили, гуляш немножко затронули. Нормальный такой ужин у нас получается. С такайским вином в конце. Скажем, харшмивелю — это название сорта вина. Это все белое вина. А, это тоже название венгерского белого вина. Да, он, конечно, звучит по-грузински, но нет, он выращивается. Это тоже небольшой изор, где выращивается такой сорт вина. Изор — это винодельное хозяйство какое-то? Да, это изор, это район в Такаях, где выращивается, как бы сказать, этот сорт. Если вам повезет, как бы сказать, вы действительно меня поблагодарите, что я вам сказал, что есть такое вино. Ну, естественно, есть мускат от Анель. Как бы сказать, в отличие от муската классического, который тоже сладковатый, но в нем очень доминантная нотка фруктовая. Вот, и это считается, как бы сказать, один из лучших сортов, который выращивается в Венгрии. Это все десертные вина? Это полудесертные вина. Полудесертные, да. Да, мускат. Мы таким вином завершаем трапезу. А можно к нему какой-нибудь десерт, может быть, еще? Послушай, идеально, я люблю сыры. Сыры, вот, отлично, кстати. Я люблю сыры, как бы сказать, подобным винам, скажем, или пол, там, скажем, брии, или такие вот не очень доминантные, с одной стороны, как такие выдержанные, а полутвердые. Полутвердые сыры, как бы, будь они из говядины, ну, как бы... Молока, коровьего. Коровьего молока, да, да, да. Или козьего. Из козьего молока, как бы сказать. Это всегда хорошо к вину идет. И к тому же это достаточно такой, ну, легкий десерт, как бы сказать, без, там, без сливок, теста и прочее. Слушай, ну, отлично у нас получилась трапеза, я считаю, и вином мы, конечно, замечательно все это дело завершили. Гурманист. Винная карта. Слушай, ну и время-то у нас уже подходит к завершению нашего кулинарного путешествия. А, к быструю? Да, понимаешь, вот за хорошей беседой, за хорошей едой, за прекрасным вином, вот так все... Да, а компания, а компания замечательная. Это, это всегда, конечно, важно. Ведь это половина успеха хорошей трапезы. Если еще и люди, с которыми ты ее делишь, они тебе приятны. Спасибо тебе большое, Марк, что сегодня позвал нас с собой в путешествие в Венгрию. В Венгрию. Мы приготовили и лечо, и поговорили про паприку. И немножко гуляш затронули. Гуляш, да. А также и вино. В общем, комплексный обед у нас с тобой получился венгерский. Если вы хотите переслушать эту программу, естественно, это можно сделать на сайте radio1064.co.al Там же будут рецепты, которые мы сегодня затронули. Ну и подписывайтесь на шефа в инстаграме Mark, нижнее подчеркивание, Miller, нижнее подчеркивание, кейтеринг, и заходите на сайт marktoff.com. Там все и про мероприятия, и вообще про все. Огромное спасибо тебе. И спасибо тебе. До следующей пятницы. До хороших выходных. Соленое. Острое. Холодное. Горячее. Сладкое. Гурманист. Шеф Марк Тов.